Это программа «Наше время». Здравствуйте, меня зовут Кирилл Политов. Я снова с музыкой моей. Именно так называется фестиваль песен Александра Барыкина. Организует концерт барнаульские музыканты, в котором сами и выступят. Сегодня говорим исключительно о музыке вместе с одним из организаторов проекта Николаем Косых. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Кирилл. Николай, ну первый, пожалуй, очевидный вопрос. Почему этот фестиваль посвящен Александру Барыкину? Потому что это мой учитель музыки. Ну, именно на его песнях я вырос. Именно из-за его песен я полюбил рок-движение, регги, новую волну. То есть это как бы дань памяти, скажем так. Дань памяти учителю. Но, насколько я знаю, вы еще со своим учителем были знакомы. Вот расскажите, при каких обстоятельствах познакомились? Вот такое дело. Я написал песню, посвященную Александру Барыкину, назвал ее «Регги-карнавал». И это было в 2009 году. Продюсер Александра Барыкина меня нашел. Естественно, я выложил песню в интернет. Нашел, связался. Александр со мной. Буквально наше знакомство длилось пять минут разговора по скайпу. Он смеялся, улыбался и говорил, здорово, классно, никто про меня песни еще не писал. Ему понравилась эта песня. Более того, она понравилась его дочке, маленькой тогда Женечке, она ходила, пела. Но, к сожалению, через, получается, два года его не стало. Да, его не стало. Вот в последнее время подобные концерты посвящают то Виктору Цою, то Владимиру Высоцкому, да, вот сейчас Александру Барыкину. Такой бум на такие подобные концерты. Как вы считаете, с чем это связано? Это связано, что на нынешней все-таки эстраде, современной эстраде, нету выдающихся личностей. Именно личностей. Каким был Высоцкий, каким был Цой, глашатый нашего поколения. Каким был в свое время Александр Барыкин. Ведь именно с Андреем Макаревичем Александра Барыкина, Владимира Кузьмина, Александра Монина началось рок-движение. Такие глыбы, такие столпы, прям музыкальные, да, безусловно. Причем, вот опять же, я заметил подобное, что эти концерты проходят в одной и той же площадке, на одной и той же площадке концертный зал Сибирь. Вы, как профессиональный музыкант, оцените, пожалуйста, ее с точки зрения, ну там, акустических возможностей. Замечательная площадка, лучшая в крае, это точно. Великолепный звук, прекрасный свет, замечательная видеокартинка, очень хороший персонал. А за счет чего там вот этот звук-то достигается? То есть там определенный шумопоглощение, определенные стены какие-то там, да, или как там? Или определенная акустика добротная стоит? Во-первых, зал небольшой, всего около 400 мест. С любого места в зале прекрасно видно и все слышно. И, естественно, он сделал специально подконцертный зал. Возвращаясь к концерту, давайте, кто участвует? Участвуют в концерте известные барнаульские музыканты. Во-первых, это наша любимая команда, дети лейтенанта Шмидта, практически в полном составе. Виталий Гасаев, Александр Федоров, Коттер Винц. Классика жанра. Участвуют победители международного конкурса, хоть он всегда просит об этом не говорить, Альберт Малаканов. Скажем. Участвуют участники четвертого сезона проекта «Поверь себя». Есть у нас такой известный, заменитый Анастасия Куринская, Анжелика Быкова. Соответственно, я участвую. Ну и специально приглашенный гость. Олег Успенский, продюсер Владимира Кузьмина, Александра Барыкина. Хотя он тоже предпочитает об этом не говорить. Сейчас он продюсирует Гошу Барыкину, сына Александра и других исполнителей. Просто говорит, объявляйте меня как друг семьи Барыкиных. То есть прямиком из Москвы он приедет специально к нам. Насколько переработаны, скажем так, будут композиции? Мы не стали перебарковать. Это кавер-концерт или прямо аутентично все будет, как в том же самозвучании? Кое-какие песенки мы решили сделать, как мы видим в своем прочтении. Но их совсем две-три, не больше. Все-таки хиты, букет, за той рекой, аэропорт, они звучали в свое время с каждого утюга. И я думаю, что даже нынешнему слушателю не понравится, если песня будет переделана. Николай, очень быстро и коротко, где и когда, собственно говоря, мы это все увидим и услышим? Приглашайте. Мы это все увидим и услышим 15 февраля в 18.30 в концертном зале «Сибирь». Приглашаю вас, дорогие жители нашего города и гости. Приходите, будет весело, песенно, замечательно. Спасибо, спасибо, Николай. Хорошего выступления, хорошего концерта. Спасибо огромное. Я напоминаю, 15 февраля Барнову услышит проект «Я снова с музыкой моей». Это концерт, песен Александра Барыкина. До новых встреч, в том числе и на концерте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова